Я долго играл, много копил и насобирал аж целых 100 фрагмент боксов! Сколько голды я с них смогу заработать? Я Рейв, а ты ставь лайк по его последней цифре, смотри какой скин ты выиграл! Пока что я открываю первую десятку и получаю с третьего бокса целый аркановый фрагмент, который стоит около 94 голды. Скажу, что к этому ролику я стремился с того момента, как разработчики добавили фрагментовые сундуки прямо в стендов 2. И приобрести их прямиком за голду или коины сейчас невозможно, кроме что ты покупаешь уже готовые фрагменты и создаешь из них пушки или повышаешь в редкости. Плюс огромное спасибо тому ивенту, который был не так давно, когда ты играешь с друзьями и у тебя получается удвоенный шанс на получение после каждой игры этих боксов за удачу. В то время этих темных подарков удалось неплохо нафармить. Также из-за повышения твоего уровня тебе тоже дают эту награду, админы туда по x2 напихали этих квадратов. Также еще было немного общих промокодов. Когда ты его вводил, с одного ты получил 2, с другого 10 фрагмент боксов, что очень помогло сегодняшнему ролику, потому что после каждой катки их получать практически невозможно. Тебе примерно стоит отыграть игр 8, и тогда тебе падает фрагмент коробка. И хотелось бы, чтобы разработчики все-таки немножко еще повысили шансы выпадения за удачу этих самых темных. Ура! Первая десятка фрагментов уже открыта, и с учетом арканового фрагмента мы получаем сумму в 95,7 голды. И это потрясающе! Если так попрет дальше, то считай с десятки халявных коробок мы получаем очень много голды. Вот этот потрясающий скин забирай прямо сейчас бесплатно. Ставь видеоролику лайк, пиши комментарий со своим айди, подпишись на канал обязательно с колокольчиком, и все, послезавтра ты его получишь, возможно. Все потому, что я стараюсь такие конкурсы проводить часто, и рано или поздно тебе должно фартануть. Вторая десятка фрагментов нам сразу же приносит один эпический, который стоит на секундочку 1,8 голды. А это уже ничего себе! Учитывая все то, что эти коробки я фармил своими руками, своими усилиями. Может быть и на неймлесовский повезет, но это уже вряд ли. Это все досталось мне бесплатно, лишь только требовалось активно играть и не профукивать промокоды, которые разработчики выдавали по мере проведения каких-либо акций. Но очень тяжело осознавать то, что проценты на выпадение обычных анкомоновских фрагментов такие большие, и даже рарка это уже неплохой бонус. Несмотря на то, что он стоит 0,35 голды, ну и даже если мне сильно повезет, хотя такое вряд ли, но я не расстраиваюсь, потому что будет еще фартить в сегодняшнем ролике. Выпадение трех рарных фрагментов равняется одной голде, а это уже неплохо! Итак, вторую десятку мы тоже уже открыли, и сколько же голды она нам принесла с учетом девяти анкомоновских и одного эпического фрагмента? Две целых голды и шестьдесят односотая! Сплюсовываем это все с предыдущей десяткой фрагментов и получаем сумму в девяносто восемь целых тридцать одну сотую голды, почти что до соточки дошли. Но не будем забывать комиссию в двадцать процентов при продаже, но ее мы вычислим в самом конце ролика, поэтому смотрим до конца! Открытие продолжается с двадцать первого по тридцатые фрагменты. И когда ты тратишь столько усилий, чтобы нафармить, чтобы повезло тебе, когда выпало за удачу, чтобы поднять левел и получить эту самую коробку, и видишь из них анкомонки, то сердце обливается кровью. Но даже тут я считаю, что мне повезло и выпал один рарный фрагмент, а все остальные девять анкомонки. В одну целую шестнадцать сотых голды, это почти что самое минимум, но мне все-таки повезло с рарным фрагментом. Добавляем эту маленькую сумму к предыдущим двадцати боксам и получаем отметку в девяносто девять целых сорок семь сотых голды. Почти что сотка! Осталось почти что пол голды, и мне кажется, что даже если нам будут падать со всех остальных семидесяти боксов комонки, то мы все равно сможем эту отметку перепрыгнуть. А сейчас, бро, твой тест на удачу. Поставь прямо сейчас на этот ролик лайк, и в следующем фрагмент боксе тебе выпадет как минимум легендарка. Проверь прямо сейчас. Просто ставь лайк, и тебе в следующем фрагменте выпадет легендарка, аркана или неймлесс. Это должно сработать, потому что я в это верю. Четвертый десяток понесся, выпадает анкомонка, а потом еще одна анкомонка, и потом еще одна, и еще, и еще, и да сколько можно ни одной даже рарки. Но наконец-то первая десятка, которая нам приносит десять анкомоновых фрагментов. Тут даже и калькулятор не нужен. Десять анкомонок стоят 0,9 голды. Несмотря на то, что это самое худшее выпадение за ролик, мы смогли допрыгнуть до отметки 100 голды и 37 копеек еще. Сорок фрагмент боксов мне на это понадобилось, и на самом деле, если бы не один аркановый фрагмент, ох, не такой счастливый я был бы до этого момента. Но если тебе не так сильно везет в игре, как мне, то ты можешь проверить свою удачу на джиджишке. Пополнение от 10 рублей уже доступно на джиджи стендов. Кстати, а мой промо даст тебе не только драконы, но и 20% к пополнению и бесплатный барабан бонусов. Устрой свой полет к золоту в новом ивенте, который ты никогда не видел. Получай драконы за каждое пополнение и обменивай их на драконьи яйца. Лети к локации и забирай халявный скин. Чем дороже яйцо, тем дольше пролетит дракон за топовым лутом. Сокровищница драконов наполнилась золотом. Выполняй смертоносные задания и получай голду. И это еще не все обновление, джидишка готовит еще нечто грандиозное. Следи за новостями, чтобы первым оценить грядущую имбу. А также играй на сайте и получай халявные кейсы. Сражайся как истинный викинг в кейс-баттлах. Зови игроков на битву, открывай вместе кейсы и тот, у кого лучше дроп, заберет себе все. Жду тебя на джиджи стендов. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Вот и подходит пятый десяток этих самых открываний. И я где-то глубоко в душе чувствую, что неймлес, неймлес должен где-то быть рядом. Один, два, три, четыре, пять, шесть и... Вот же он, вот же он! Ну какая была удача! Промеж хорошего дропа останавливается опять анкомонка. Ну как так? К сожалению, следующие три открытия приносят мне тоже анкомонку. Плюс еще одна неудачная попытка открыть 10 фрагментов, которые приносят самое мизерное количество голды. Но все равно мы эту сумму добавляем в общую копилку. И получаем 100,46 голды. И из этой череды неудач 20 в подряд одни анкомонки. Все-таки игра обязана меня пощадить и одарить хотя бы рарками. Ну я уже молчу про легендарки. Вот эпики тоже еще немножко можно подвести. И действительно, ну наконец-то, когда я начал открывать шестой десяток этих самых фрагментов, мне сначала игра подарила эпический фрагмент и потом сразу же рарный. Это очень радует. Это все твой лайк, кстати, который ты уже поставил. Спасибо тебе, бро, за него. И за 60 фрагментов проданных мы уже получаем 103,33 голды. Бро, напиши прямо сейчас в комментарии, до какой отметки мне удастся допрыгнуть, открыв целую сотню. Будет очень интересно почитать, угадаешь ты эту цифру или нет. Обязательно пиши свой ответ в комменты. И тут наступила очередь седьмого десятка. Фрагмент за фрагментом, открытие за открытием и... Ничего полезного мне оттуда не падает. Но только лишь малюсенькая надежда в конце. Мне показалось, что и это открытие обречено. К общей копилке я добавлю 0,9 голды, что равняется суммой 10 анкомоновых фрагментов. Но не тут-то было, в конце выпадает самым десятым боксом рарный фрагмент. Это очень хорошо, хоть он и стоит не так уж и много, но все равно плюс 0,35 в копилку. Одна целая голдишка и 16 сотых. Плюс это все добавляется в общую копилку, и того сумма у нас уже растет до 104 голды 49 копеек. Мы уже у финишной прямой. Я надеюсь, мне повыпадает намного счастливее, чем хотя бы просто-напросто 10 анкомоновых. И да, действительно, при открытии восьмого десятка мне удалось выбить две рарки. Хо-хо-хо, чувствую, к концу ролика я смогу приобрести какой-нибудь диглаурейт. Ну или хотя бы я чпачмяк. Две рарки это 0,7 голды, плюс еще 8 анкомонок. Итого получается сумма вот такая. 1,42, добавляем это в общий банк и получаем сумму в 105 голды 91 копейку. Уже почти что 106 голды. Но у нас еще прекрасная двадцатка этих самых робочных, которую мы уже открываем. И мне сразу везет с одной эпической деталькой. Несмотря на то, что мы скребем одни копейки, это уже хорошо. И плюс, вдобавок еще падает рарка. Все же остальные 8 штук, конечно же, анкомонки. За это открытие мы заработали почти что 3 голды. А если быть точнее, то 2,87. И когда закидываем это в общий кошель, то получаем сумму в 108,78 голды. Потихонечку добираемся до 109 голды. Ладно, понеслась последняя десятка, наконец-то финальная. И тут-то мне казалось, что будет опять 10 анкомонок. Но нет, 2 рарки в ряд? Такого я не видел еще никогда за всю историю стендоффа. Мой дорогой зритель, эти прекрасные аплодисменты, которых сейчас нет, я отправляю разработчикам, чтобы так и дальше фартило по жизни. А не только в игре. Ну что же, 8 анкомонок и 2 рарки нам приносят сумму в 1,42 голды. Складываем это с общим банком и получаем финальный результат в 110 голды и даже 2 копейки. Кто написал в комментарии, что мы сможем найти до 110 голды, тот красавчик. Но, несмотря на комиссию в 20%, мы все равно в итоге получаем 88 голды и 16 копеек. А если бы мы не получили аркановый фрагмент, который стоит 94 голды, то выиграли бы мы 16 голды и 2 копейки. Если бы не один аркановый фрагмент, то 100 боксов мне бы обошлось в 16 голды. Ха-ха-ха, скинь эту дурку своему другу, чтобы он тоже посмотрел и знал, что и он получит за 100 фрагмент боксов. А сам смотри этот видос, тут ты узнаешь, как можно с легкостью получить любой ножик, даже М9. Кликай, переходи и смотри.